Выставка военной техники на пороге ЮРГУ. Абитуриентам показывают, как устроен танк и разрешают посидеть в кабине вездехода. Будущих студентов завлекают на инженерно-технические специальности и гарантируют получение воинского звания. Танк припособлен для преодоления водной переграды. Он преодолевает брод глубиной до 5 метров. Этот танк Т-72Б уже 30 лет состоит на вооружении российской армии. Его двигатель разработали конструкторы ЧТЗ, выпускники бывшего Челябинского политехнического института, ныне ЮРГУ. Всего на выставке военной техники более 20 образцов. Боевые машины, артиллерийские установки, грузовики и краны. Абитуриенты окружают высокопроходимые Уралы и Камазы. Им рассказывают, только на Волжском автозаводе работает более 200 выпускников ЮРГУ. Поэтому абитуриентам советуют выбирать инженерные специальности. Большое внимание в нашей стране сейчас уделяется развитию именно инженерному образованию. И мы бы хотели привлечь наших абитуриентов именно на эти бюджетные места. А в этом году, согласно контрольных цифр приема, университету выделено несколько тысяч бюджетных мест именно на технические направления. Кроме того, на инженерно-технических специальностях ЮРГУ готовят офицеров запаса. Это единственный вуз региона, в котором есть факультет военного обучения. По окончанию студенты получают звание сержанта, лейтенанта и рядового запаса. По поводу выставки абитуриенты шутят. Хочешь в университете откосить от армии, а она встречает тебя на пороге.